Свою небес ты будешь вителю в лучшем истинном и счастье с ним и заисполняет. 7 июля православные христиане отмечают великий праздник Рождество Пророка, Претечи и Крестителя Господня Иоанна и посвящено на рождение у пророка Иоанна Крестителя. Отсюда сокращенное наименование – Рождество Иоанна Претечи. А еще 7 июля известно, как Ивана Купала, Иванов День, Иван Купальник. Языческие обряды этого дня церковь всегда осуждала. Рождество Иоанна Претечи именуется праздником Ивана Купалы из-за неверного перевода церковных текстов. После принятия на Руси христианства, Креститель с греческого было переведено неправильно, как «купать». А теперь давайте разбираться с этим праздником. Начнем с того, кем же был Иоанн, для которого даны сразу три определения – Пророк, Претеча и Креститель. Причем, если со словами Пророк и Креститель все более или менее понятно, то определение Претечи нуждается в объяснении, и самыми точными синонимами тут будут «предвестник» и «предшественник». Пророка Иоанна называют Претечи, то есть «предшественником Иисуса Христа», потому что его миссия была в том, чтобы узнать Христа, Сына Божьего, среди тысячи других людей и возвестить миру о Его приходе, Его пришествии. Евангелие называют Пророка Иоанна «классом Божьим», готовящим людей ко встрече со Христом. Именно Пророк Иоанн крестил Иисуса. Церковь отмечает это событие 19 января, как праздник крещения Господня, поэтому Претечу называют еще Иоанн Креститель. Вот мы и разобрались с двумя именами Иоанна – Претеча и Креститель. О том, почему Иоанна Крестителя называют Пророком, чуть позже. Но что же мы знаем о жизни величайшего из людей? Иоанн Претеча родился за шесть месяцев до Иисуса в семье священника Захарии. Историка датирует события шестыми-вторыми годами до нашей эры. Мать Иоанна Елизавета и мать Иисуса приходились друг другу родственницами. Родители Иоанна были старыми, когда Господь послал им сына. По милости Божьей, ребенок избежал смерти среди тысяч детей Вифлеема и его окрестностей во время избиения младенцев, устроенного по приказу Ирода Первого Великого, правителя тех мест и отца того самого Ирода Антипы, который почти через 30 лет повелит отсечь голову Пророку. Родители Иоанна умерли, когда он был маленьким, и, скорее всего, Претеча воспитывался в одной из религиозных общин в пустыне. Известно, что Пророк носил грубую одежду, прихваченную кожаным поясом, питался диким медом и акридами. Это ведь царанчи много молился. Когда Иоанну исполнилось 30 лет, Господь призвал его к пророческому служению. Иоанн стал глаз самопиющего в пустыне. Здесь пустыня – это сердца человеческие, а главная задача Иоанна Крестителя была подготовить людей к принятию Спасителя, призвав их к покаянию, указать, кто Он. Иоанн Претеча проповедовал, говоря, «Идет за мною сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень, обуви его. Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым». Во время одной из таких проповедей на реке Иордан, Иоанн Претеча и встретил Иисуса по наитию Святого Духа, узнал в нем грядущего Спасителя и крестил его. Решением Иисуса в реке Иордан Роккиан завершил главное предназначение своей жизни. С этого момента он начинает бесстрашно обличать людские пороки, не делая разницы между тем, простой это человек или власть имущий. Нет, Роккиан не был революционером. Он не поддерживал экстремистские настроения тех, кто искал вожака, готового поднять бунт против ненавистных римских властей иудеи того времени. Он призывал не к внешним подвигам, а к внутренним победам над своим грехом, своей несвободою ему. Как пишет историк Иосиф Лавий, Иоанн учил иудеев истечистый образ жизни, быть справедливыми друг к другу и благоговейными в отношении к предвечному. Вопрошающим, что делать, Иоанн отвечал, «У кого две рубашки, пусть поделится с неимущим, у кого есть пища, пусть поступит так же». Вслед за древними пророками предтеча не отделал веры от милосердия. Он не требовал от солдат, чтобы те бросали службу. Никогда не насилуйте, не вымогайте, не делайте доносы и довольствуйтесь своим жалованием. Даже презираемым мэтарям, сборщикам налогов, он не запрещал заниматься своим делом, лишь бы они остерегались, взыскивать больше положенного. Праведность Иоанна вызывала уважение даже у тех, кого он обличал. Евангелие сообщает, что правитель Иродантипа охотно слушал пророка. Как и большинство пророков, Иоанн предтеча закончил свою жизнь мученически. Историки считают, что это произошло около 30-го года по Рождестве Христовым. К тому времени Иудей правил уже не столько Иродантипа, сколько его любовница, коварная распустница Иродиада, законная супруга его родного брата. Пророк Иоанн Креститель не раз публично облегчал это кровосмешение, эту преступную связь, за что его и возненавидела Иродиада, добивавшаяся, чтобы пророка упрятали в тюрьму. Но этого было мало для прелюбодейки, чье имя еще при жизни стало символом разврата, коварства и подлости. Однажды на Перу в честь дня рождения Иродиады Антипы, дочь Иродиада Соломея танцевала для него. И в награду за танец мать подговорила ее попросить у царя смерти пророка. Иоанну Крестителю отрубили голову, и Соломея принесла ее на блюде Иродиаде. В память об этом установлен церковный праздник – усекновение главы Иоанна Предтечи. Злодейство Иродиады и ее дочери Соломеи не осталось беззаконным. Суд Божий совершился над всеми участниками трагедии – Иродом, Иродиадой и Соломеей. Еще при их земной жизни Соломея, переходя зимой реку, провалилась под лед, и льгина перерезала ей горло. Тело отнесло течением, и матери принесли только голову. Ирод и Иродиада во время землетрясения были поглощены разверзшейся землей. Имена этих людей стали символом безумности греха. А вот Иоанна Предтечу почитают. В честь Чеснагу и славного пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, церковь отмечает сразу несколько праздников. 6 октября – зачатие, 7 июля – Рождество, 11 сентября – усекновение главы, 20 января – собор Иоанна Крестителя в честь праздника Крещения, 9 марта – первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи, 7 июня – третье обретение главы. И, наконец, про народную интерпретацию праздника Рождества Иоанна Предтечи. Историки считают, что корни тут следует искать в языческих обрядах поклонения ветхозаветному царю Манасии, сохранившихся в Византии. Есть описание, как они проходили в Константинополе XII века. Тогдашний патриарх призывал с ними покончить, но обряды смогли перекочевать и к нам. У нас они изначально вызвали осуждение церкви. К примеру, послание Игумена Спаса Елеазарова монастыря Памфила к псковскому наместнику и властям. В 1505 год обличается и ассическое буйство жителей Пскова в ночь на Рождество Иоанна Предтечи, радость и веселье сатанинское, неприязные кличи и вопли, все скверные песни, хребтом вихляния, ногами искакания и топтания, пьянства и глумливые игры в ночь на гануне Ивана Купалы. Можно долго размышлять о трансформации праздника Рождества Иоанна Предтечи в сознании непросвещенной части народа. Но очевидно, что дикие пляски или голые ночные оргии в воде скорее дань безумству и радиаду, а не подвигу великого пророка Иоанна Предтечи. Субтитры создавал DimaTorzok